1 сентября вместе со школами начинают учебный год и учреждения дополнительного образования. Многие из них устроили день открытых дверей, чтобы либерчане смогли выбрать занятие по душе и записаться. Насыщенную программу для гостей устроил культурно-просветительский центр. Брейк-дэнс, даб-степ, гоу-гоу – всем современным направлениям можно научиться в танцевальной студии культурного центра. Для Анны Ковалевой танцы – способ самовыражения и то, что помогает наполнить жизнь смыслом. Благодаря этой студии я нашла много друзей. Я до сих пор, естественно, с ними общаюсь в жизни, не только на танцах. И, конечно, это, во-первых, поддержание формы, во-вторых, ну, мне, правда, это нравится, я хочу связаться с этим в жизни. На дне открытых дверей юные таланты воплощали их в жизнь впервые после долгой карантинной разлуки. Любители жить в ритме танца провели мастер-классы для всех желающих. Всё, чему научились, показали воспитанники всех 30-ти клубных формирований. Студия вокала, спортивные секции, уроки иностранных языков, декоративно-прикладное творчество, культурно-просветительский центр – это настоящий дом досуга, где увлечь себя и развить свои навыки может каждый. Занятия в арт-школе настолько увлекли Марию Галяеву, что теперь к прекрасному она приобщает всю свою семью. У меня племянница 5 лет, она очень хочет рисовать, поэтому я её сюда привела. Это очень уютное место, где любой человек может прийти, даже не умев вообще рисовать, научиться, потому что очень прекрасный преподаватель, она всё легко и спокойно объяснит, что это будет понятно каждому. День открытых дверей перед началом нового учебного года. Возможность попробовать занятия во всех кружках сразу. Он направлен на то, чтобы познакомить с руководителем, узнать какие-то подробности и, конечно, записать в наше клубное формирование детей и взрослых. Из них у нас есть часть на платной основе, есть часть на бесплатной основе. Занятия в культурно-просветительском центре уже стартовали. В них успели записаться несколько сотен человек. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Занятия в культурно-просветительском центре. Занятия в культурно-просветительском центре. Занятия в культурно-просветительском центре. Продолжение следует...